Впрочем, интернет одно, а война-то горячая шла. Со всеми ее атрибутами, разведкой и диверсантами. Да вот российские погранцы задержали на границе с Украиной двух россиян, завербованных спецслужбами Киева. По признанию одного из задержанных, от них требовалось ни много ни мало внедриться в ополчение, угнать танк и доказать присутствие на Донбассе российских вооруженных сил. О неудавшейся провокации Алексей Баранов. Теперь эти процедуры для гражданина России Алексея Лайкова стали привычными. В следственном изоляторе Таганрога его содержат вместе с Андреем Нарышкиным. Обоих пограничники задержали на пункте пропуска Матвеев-Курган, что в Ростовской области. Ваша фамилия и имя, отчество? Нарышкин Андрей Михайлович. Год рождения? 1963. Полная дата? 15 августа, 1660 года. Вот кадры оперативной съемки их обыска. Здание автовокзала на войсце Российской Федерации. Присутствие понятых. Развитись, пожалуйста. Греченский, Юрий Петрович. И вас. Войска Владимира Михайловича. Содержимое рюкзаков задержанных говорит само за себя. Обращаю внимание понятых. Сумки обнаружены в магазин. Патроны. Пограничники рассказывают нам. Задержанные вызвали подозрения сразу, как только появились на границе Российской Федерации и Украины. Присутствовало нервное поведение указанных граждан. Они выделялись из общей массы присутствующих здесь на пункте пропуска граждан, которые пересекают российско-украинскую границу. Тем самым, в принципе, и привлекли внимание. Периодически оглядывались. То есть, всем своим внешним видом показывали, что что-то не так. Уделялись из толпы. Они заметно нервничали. Оглядывались, сразу видно было, что люди чего-то опасаются при пересечении границы. То, что задержанные были завербованы спецслужбами Украины, становится ясно уже в ходе первого допроса. Алексей Лайков подтверждает свои показания в беседе с нами. Я был завербован гражданом Украины, байдой Андреем Сергеевичем, 1906 года рождения, который действовал в интересах министра обороны Украины, ГЛАТЭ. Предложил мне внедриться в состав ополщения ДНР или НЛР, угнать гусеничную брудетехнику для совершения провокации, продемонстрировать присутствие Российской Федерации, Российских вооруженных сил на Украине. Эта провокация, по словам Лайкова, готовилась тщательно. Для ее осуществления ему были переведены денежные средства в размере 10 тысяч долларов. В качестве вознаграждения пообещали шенгенские визы и гражданство Украины или Польши на выбор. Личные вещи, изъятые у задержанных, красноречивее всего подтверждают намерения группы. Лайков и Нарышкин, судя по всему, действительно собирались выполнить поставленную украинскими вербовщиками задачу. Здесь мы можем видеть называемые горки, используемые спецподразделением при выполнении боевых задач. Обувь утепленная, средства связи, противоударные, спутниковый телефон, пистолет, Форд-14 украинского производства, боеприпасы к нему. Люди готовились для выполнения какой-то боевой задачи, в этом мы сейчас разбираемся. Сухпай, который можно разогреть в полевых условиях, длительное охранение, можно будет пополнить свои энергетические запасы. По информации, полученной в ходе предварительного опроса Алексея Лайкова, в его задачу входила вербовка не менее 10 человек, умеющих обращаться с оружием и военной техникой. Однако все, кроме Андрея Нарышкина, в самый последний момент отказались от участия в подготовленной спецслужбами Украины акции. Купились на движение, приехали в Ростов, поселились в гостиницу, испугались, прекрасно понимали, что дальше происходит. Я думаю, что остальные не приехали, и соображения с патриотических. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных проводятся следственные действия.